Hello, my dear friends! Вы на канале «Английский – это легко!» Сегодня у нас снова рубрика «Words often confused» – слова, которые часто путают. И в ней мы сравним «confirm» и «approve». «Confirm» имеет значение «подтверждать», «подкреплять», «одобрять», «ратифицировать договор или решение». Мы используем «confirm», когда говорим, что что-то является верным, особенно если у нас есть доказательства. Также, когда говорим, что договоренность, дата, ситуация являются точными и официальными, а ваши чувства или идеи – правильными. Например, «I confirmed the order». «Я подтвердила заказ». «Could you confirm our meeting?» «Вы можете подтвердить нашу встречу?» «Approve» переводится как «одобрять», «утверждать», «план», «постановление» и т.д. санкционировать. «Approve» – это официально принять что-то. Часто на официальных указах, постановлениях, на бланках в правом верхнем углу стоит слово «утверждено». На английском оно звучит как «approved». Мы используем «approve», когда говорим, что официально принимаем план, предложение и т.д. Когда думаем, что кто-то или что-то является хорошим, правильным, подходящим. Например, «Did they approve your project?» «Они одобрили ваш проект?» «I'm going to approve your proposal». «Я собираюсь одобрить твое предложение». Итак, разница между «confirm» и «approve». Слово «confirm» мы используем, когда подтверждаем что-то, потому что это является верным, точным, официальным и правильным. «I confirm the hotel reservations by phone». «Я подтвердила бронирование отеля по телефону». «Bill payment is confirmed». «Оплата счета подтверждена». Слово «approve» мы используем, когда утверждаем, одобряем что-то, т.е. официально принимаем. Говорим, что что-то является хорошим, подходящим, правильным. «The manager has approved our project». Начальник одобрил наш проект. «Parents approved her choice of profession». Родители одобрили ее выбор профессии. Понравилось видео? Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. С нами английский. Это легко. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...